Рассказ Орсона Скотта Карда То, что свято У тебя есть оружие, которое может их остановить, сказал Кроуф И внезапно я почувствовал тяжесть игольчатого пистолета на своем поясе Мне запрещено применять оружие, ответил я Даже игольчатый пистолет И уж тем более осколочный гранат Кроуф и мои слова, похоже, не удивили, не то что остальные Я разозлился С какой стати Кроуф ставит меня в такое положение? Стоун, сидевший с луком на коленях, мрачно уставился на меня, а Фоул довольно внятно проворчал глубоким звучным голосом Мы друзья или нет? Вроде тут речь шла о друзьях Таков закон, сказал я Я могу использовать оружие только в целях самозащиты Их стрелы летят не только в нас, но и в тебя, воскликнул Стоун Пока я с вами, закон считает, что нападают на вас, а не на меня Если я пущу в ход оружие, я тем самым приму чью-то сторону И тогда вся корпорация как бы примет вашу сторону Если дело до такого дойдет, корпорация откажется сотрудничать с вами По-моему, это как раз хорошо, пробормотал Фоул Много нам проку от корпораций Я не стал говорить, что если дело примет такой оборот, меня казнят Я ли, мини, не нужны люди, которые боятся смерти? Вдалеке послышался крик Я взглянул на остальных Никто из них, похоже, не встревожился Однако вскоре в круг камней вбежал запахавшийся «да» Они нашли обходной путь, выдохнул он Мы ничего не смогли поделать Сумели только убить одного голони Кроув встал и издал гортанный крик Стаката отрывистых звуков, разбудивших эхо в скалах Потом он кивнул остальным и Фоул схватил меня за руку «Пошли», — прошептал он Однако я уперся, не желая двигаться с места, пока не пойму, что происходит «В чем дело?», — спросил я Кроув усмехнулся Я видел его черные зубы далеко не впервые И все-таки они выглядели жутковато, особенно по контрасту с бледным лицом Мы хотим выбраться из переделки живыми Заманить их в ловушку К югу отсюда есть узкое ущелье, где ждет сотня моих людей, чтобы начать игру Пока он говорил, в круге из камней появились еще четверо, и Кроув повернулся к ним «Го-ко-ко?», — спросил он Они пожали плечами, и он смерил их сердитым взглядом «Мы не бросим, Го-ко-ко!» Все закивали, а четверо воинов вновь растаяли среди скал Фоул опять потянул меня за руку, уже настойчивее А сто он жалобно сказал «Надо идти, Кроув!» «Мы никуда не пойдем без Го-ко-ко!» Послышались скорбные стинания, словно застонала сама земля Невозможно было различить, где сам стон, где его эхо Кроув наклонил голову, присел на корточки Ритуальным жестом прикрыл руками глаза и, негромко нараспев, заговорил Остальные последовали его примеру Фоул даже отпустил мою руку, чтобы тоже прикрыть лицо Я подумал, что такая набожность может произвести впечатление И все же вряд ли разумно закрывать глаза, когда вокруг кипит битва Это против законов эволюции Время от времени во мне просыпался старый антрополог А антрополог, как известно, не профессия, а диагноз Все эти мысли, однако, вылетели у меня из головы, когда из-за скал выскочил воин голый Размахивая двумя длинными ножами, он бросился к Кроуву Никто из Ялемини даже не шелохнулся, чтобы защитить сородичек Что делать? Мне запретили убивать, однако Кроув был самым влиятельным военачальником Ялемини К тому же дружественно настроенным Нельзя было допустить, чтобы он погиб Без него невозможно будет торговать с людьми островов А кроме того, я не хотел смотреть, как убивают человека Закрывшего глаза ради свершения религиозного обряда Как бы глупо не выглядел этот обряд Все же я решился обойти закон, если уж не нарушить И в тот миг, когда нож, голо не нацеленный в шею Кроува, устремился вниз Я вмазал воину ногой в пах Тот взвыл и забыв про нож, схватился за больное место А потом бросился на меня К моему удивлению, остальные продолжали причитать Словно понятия не имели, что я с риском для жизни защищаю их вождя Я мог быстро убить голони, но не хотел этого делать Поэтому сражался с ним три или четыре бесконечные минуты Наконец я разоружил его, но так и не осмелился нанести слишком сильный удар Чтобы ненароком не убить Вместо этого я сломал ему руку Но он, казалось, не заметил боли и продолжал бросаться на меня, действуя при этом двумя руками Что они за люди, недоумевал я, блокируя страшный удар не менее страшным ударом тяжелого сапога Они что, не чувствуют боли? Наконец причитание смолкли и в тот же миг одним мощным ударом Фоул сломал голони шею Джаз, прошипел он, поглаживая ноющую руку Ну и крепкая же у него шея Какого черта вы раньше мне не помогли, взорвался я Они будто не услышали моих слов Очевидно, чужаку таких тонкостей не понять Те четверо, которые недавно ушли за Гококо, вскоре вернулись С красными от засыхающей крови руками Они вытянули руки и Кроув, Фоул, Стоун и Бда с печальными лицами полезали кровь Кроув дважды щелкнул языком и Фоул снова потянул меня прочь из круга камней На этот раз, однако, за нами последовали остальные Кроув, стримглав, помчался впереди всех по тропе, которой испугался бы даже горный козел Я попытался сказать Фоулу, что буду двигаться быстрее, если он отпустит меня Но стоило мне подать голос, как Стоун обогнал нас и со всей силы врезал мне в лицо Я молча проглотил кровь, и мы продолжали путь Тропа закончилась на вершине горы, которая, казалось, уходила в небо на краю мира Далеко внизу раскинулся остров Ялимин У горизонта равнина казалась голубоватой, но я знал, что океан слишком далеко отсюда, чтобы его можно было увидеть Между вершиной и горы, и землей здесь и там плыли облака Среди протянувшихся на много миль джунглей виднелись пятна крестьянских полей и ярко-белые пятна городов И все это очень напоминало картину, которую мы видели из космического корабля, когда много месяцев назад кружили над этой планетой После секундной остановки мои спутники кинулись к обрыву и, казалось, нырнули прямо в пустоту Я прыгнул за ними, ничего другого мне не оставалось, ведь Фоул держал мою руку железной хваткой И заскользил по крутому склону, не видя внизу ничего, что могло бы задержать мой стремительный спуск Я едва не закричал, удержавшись от вопля лишь из-за крошечной надежды, что это все-таки не массовое самоубийство А еще из-за опасения, что мой крик привлечет внимание голони А потом склон подо мной вдруг исчез Я падал, казалось, целую вечность и, наконец, дрожа, очутился на уступе едва ли в метр шириной Остальные были уже там, и Фоул слегка придержал меня, видимо, помня о моей неопытности Я заставил себя посмотреть вниз и увидел там другие горы Отсюда они казались невысокими холмами, но я знал, что они такие же высокие, как это Мысль о том, что если я упаду, мне придется лететь всего несколько сот метров, а не пять или шесть километров, почему-то не слишком успокаивает Кроул снова побежал, мы бросились следом Вскоре метровый ширины выступ сузился втрое, однако никто не замедлил бега, и Фоул по-прежнему тащил меня за собой Наконец, мы оказались перед узкой седловиной между нашим пиком и соседним, который казался просто грудой и камней неправильной формы Возможно, среди этих камней мы могли бы хорошо спрятаться и ускользнуть от преследования Теперь нас вел не Кроув, а Даб Он молниеносно пересек седловину, повернулся, оглядел скалы над нами и махнул рукой Фоул последовал за ним, сжимая мою руку Он бежал так быстро, что мне оставалось лишь мечтать не свалиться с узкой тропы Потом я наблюдал, как седловину пересекают остальные Кроув был последним, и в тот миг, когда он сделал первый шаг, на скалы за его спиной высыпали голоди Они молчали Единственная война, в которой мне довелось участвовать прежде, шла под оглушительные крики и взрывы И здешняя безмолвная война оказалась куда ужаснее Люди вокруг меня вскинули луки и начали стрелять Голы не падали, но упал и Кроув Стрела угодила ему в затылок Неужели он погиб? Наверняка Однако упав, он уперся ногами в узкие гребени, и это помешало ему скатиться вниз Еще одна стрела вонзилась Кроув в спину, а потом, так быстро, что враги не успели выстрелить Фоул спустился со скалы, взвалился племенника на плечи и бросился обратно Голы не снова начали стрелять, но даже сейчас, казалось, целились не в Фоула, а в Кроув Мы скрылись в скалах, оставив двух дозорных, чтобы охранять седловину Голы не понадобятся часы, чтобы найти обходной путь Поэтому мы почувствовали себя в относительной безопасности и смогли заняться Кроув Он все еще дышал Глаза его были открыты И, глядя прямо перед собой, он селился заговорить Стоун держал его за плечи, пока ДА проталкивал стрелу глубже в голову Наконец, ее окровавленный наконечник показался из-за лба ДА наклонился, зажал кремень зубами, потянул, сплюнул его, а потом вытащил древко Пока он проделывал все это, Кроув не издал ни звука Когда ДА закончил, Кроув умер На этот раз не было ритуала с закрытыми глазами и причитаниями Люди вокруг меня плакали открыто Открыто, но молча Их сотрясали рыдания Слезы струились из глаз Лица исказились от душевной боли Но не было слышно даже тяжелого дыхания Всеобщая неприкрытая печаль не оставила меня равнодушным Я мало знал остальных, но с Кроувом был знаком неплохо Нельзя сказать, что мы были близки, нас не связывала дружба Слишком высокие барьеры нас разделяли Однако я видел, как он управляет своими людьми А сильного, твердого человека узнаешь всегда Какой бы цивилизации он ни принадлежал В Кроуве была и сила, и твердость Во время наших первых встреч, когда корпорация только-только подала ходатайство о праве на торговлю Кроув заставил своих людей не вводить никаких ограничений и запретов на торговые операции В ту пору мне показалось, что он один выступает против всех Правда, позднее выяснилось, что у него было много сильных сторонников Просто он предпочитал не афишировать это И все равно, как будто придержал ногой дверь, не дав ей закрыться Позже Кроув отвел меня в сторону и заявил, что запрещает поставлять яли-мини товары Не сообщив сперва об этом ему и не получив на сделку его одобрения И вот теперь он погиб Даже не в большой битве Я не мог ничего поделать Только удивляться, почему яли-мини удивительно практичные люди Позволяют своим лучшим предводителям гибнуть во время бессмысленных набегов на пограничные области и высокогорье Как ни странно, гибель Кроув искренне меня опечалила Корпорация, конечно, будет и дальше развивать торговые отношения с яли-мини Никаких особых трудностей здесь не возникнет Однако Кроув был очень ценным деловым партнером Нам обоим нравилась эта игра Переговоры, заключение сделок И только многочисленные обоюдные недопонимания обеих сторон мешали нам, как следует, полагать Вы слушаете модель для сборки на Радиоэнергии Люди Кроув раздели труб и закопали одежду под скалами Потом вскрыли тело, вытащили внутренность и разрезали кишки вдоль От вони меня чуть не вырвало Они трудились изо всех сил, очищая кишки от содержимого и складывая найденные в небольшой кожаный мешок Когда кишки были очищены так тщательно, как только можно было проделать с помощью каменных ножей Мешок завязали и да, повесил его на веревке себе на шею Слезы все еще текли по его лицу, когда он отвел товарищей взглядом Я поднимусь на гору, прошептал он Остальные закивали, а рыдания стали громче Я отдам его душу небу Остальные один за другим стали подходить к да, прикасаться к мешку и шептать Я с тобой И я Клянусь Услышав эти негромкие голоса, лучники, охраняющие седловину, пришли в наше убежище среди скал Явно собираясь тоже дать клятву, однако да, предостерегающий поднял руку Оставайтесь здесь Задержите преследователей Они наверняка поняли, что мы задумали Лучники грустно кивнули и вернулись на пост Фоул снова сжал мою руку, и мы начали спуск с горы Куда мы, прошептал я Отдать долг душе Кроуфа, ответил Стоун А если там засада? Неважно Религию ялими не можно, пожалуй, назвать поклонением небу Я изучал ее в городе, возле которого впервые приземлился Стоун, тихо окликнул ярко Враги знают, что у нас на уме? Конечно, прошептал он в ответ Может, они неверные, но понимают законы чести Они попытаются устроить засаду по дороге и перебить нас Помешать отдать погибшему последний долг Да, шикнул, призывая к молчанию, и дальше мы спускались вниз по склону уже в тишине Услышав неподалеку крик, мы не обратили на него внимание Я лично думал только о том, как найти опору для ног и зацепки для рук И как не отстать от остальных, которые были куда сильнее и быстрее меня Наконец, мы остановились на пологом склоне Дальше был крутой обрыв, и оттуда, где мы стояли, был хорошо виден большой отряд голони Они спускались тем же путем, каким только что прошли мы Сперва я не заглядывал за край, но когда увидел, что мои товарищи связывают все веревки, которые у них были Подошел к обрыву и увидел внизу небольшую долину Она вела в глубокий каньон, прорезающий толщу горы и спускающийся к широкой равнине Там, на равнине, мы будем в безопасности Однако сперва нужно было спуститься отсюда Обрыв был высотой около сотни метров Я не представлял, как мы управимся Даже если мы один за другим будем скользить вниз по веревке В чем у меня совсем не было опыта Что помешает врагам последовать за нами? Эту проблему решил Фоу Он сел на землю в нескольких метрах от края Ногами уперся в камень и натянул перчатки Потом взял в левую руку короткий конец веревки Спустил длинный конец с обрыва Перекинул его себе за спину и намотал на правую руку Теперь он сумеет удерживать веревку, пока остальные будут спускаться А если на него нападут или убьют Он просто отпустит веревку и враг нас не настигнет Для самого Фоула это была верная гибель Наверное, следовало что-нибудь сказать ему на прощание Но у нас не было времени Да, быстро объяснил мне, как спускаться по веревке Я должен был либо хорошо усвоить его урок, либо погибнуть Как раз в этом-то случае единственная ошибка могла стоить жизни А потом, да, с мешком на шее, где лежало содержимое кишечника Кроуфа Начал быстро спускаться Фоул стойко и без особых усилий удерживал веревку Потом она провисла и тут же Стоун заставил меня сесть на нее, как это только что сделал, да В следующий миг он столкнул меня с утеса Я шагнул в пустоту и быстро полетел вниз От ужаса хватая ртом воздух и раскачиваясь, словно маятник Скала мелькала передо мной, то удаляясь, то приближаясь Один раз веревка крутнулась, и я увидел равнину далеко внизу Тогда меня вырвало Хотя я ничего не ел с утра, и горечь во рту была такой едкой, что я забыл об ужасе И замедлил спуск, крепко вцепившись в веревку, которая даже сквозь перчатки жгла руки и резала ноги Земля быстро приближалась Я уже видел внизу нетерпеливо машущего рукой, да Я стал спускаться быстрее, не обращая внимания на боль Наконец ударился ногами о землю и растянулся ничком на траве Перевернувшись на спину, я зачарованно уставился на того, кто начал спускаться вслед за мной Теперь, когда суровое испытание осталось позади, я смог оценить красоту этого зрелища Одинокий человек над пропастью, бесстрашно встречающий опасность Такие переживания давным-давно позабыли на моей ласковой родине сад Где склоны холмов пологи Где прибой нежно лижет песок, а не бьется прибрежные скалы Где люди такие же мягкие, как мир, в котором они живут Я и сам мягкий человек, что доставляло мне большие неприятности в начале военной карьеры Но в то же время позволило пережить войну и оставить армию, щеголея всего лишь несколькими шрамами Пока я лежал, размышляя о контрасте моего воспитания с суровой жизнью в этом мире К нам присоединился столом И спуск начал следующий ялименив Он одолел всего половину пути, когда кто-то показался наверху обрыва Я не сразу понял, что происходит А как только осознал, что это голони Да, и Стоун потянули меня под прикрытие утеса, чтобы нас не задели падающие тела Тот, кто спускался, наконец коснулся ногами земли Его звали Пан Он был свирепым с виду, однако горше других оплакивал смерть Кроуфа Но последовавший за Паном был еще в дюжине метров от земли, когда веревка вдруг задрожала И он полетел вниз и ударился о землю Я хотел броситься ему на помощь, но меня удержали Все уставились вверх, и я вскоре понял, почему Великан Фоул, казавшийся отсюда совсем маленьким, спрыгнул с обрыва, прихватив с собой двух голони Спустя мгновение рухнул третий голони, по-видимому не удержавшийся на краю во время драки Фоул ударился о землю со страшной силой Но и голони превратились в груды сломанных костей И опять я рванулся, чтобы попытаться как-то помочь И опять меня удержали, и опять я понял, что они знают свой мир куда лучше, чем я, чужеземец, могу когда-либо его узнать Вокруг нас начали со стуком падать камни Один угодил в голову тому, кто спустился после пана Этот ялемень упал со сравнительно небольшой высоты и был еще жив, но камень пробил ему череп Мы прятались в тени утеса почти до темноты А едва стало смеркаться, да и пан выскочили из укрытия и притащили тело погибшего Возвращались они уже под градом камней, некоторые из которых рикошетом отлетали туда, где ждали мы со Стоуном Один камень больно ударил меня по предплечью, оставив синяк Когда совсем стемнело, мы с Да, Стоуном и Паном вышли, отыскали тело Фоула и тоже оттащили в укрытие Потом ялеминеры зажгли костер Рассекли мертвецам глотки И перевернули тела, чтобы стекла кровь Смочив руки валой жидкости, они слезали ее, как делали в честь Гококо Закрыли глаза И затянули свой речитатив Пока шел похоронный обряд, я смотрел на равнину Сверху казалось, что она лежала на одном уровне с нашим лагерем Но на самом деле она лежала куда ниже И я хорошо видел неяркие огни, затерянных в джунглях городов Но все они горели очень далеко Интересно, подумал я Только отсюда, до Аванфоста в Придгорье, где мы оставили коней И еще я размышлял, какого черта вообще согласился принять участие в этой экспедиции Обычное путешествие, сказал тогда Кроув Наверное, я просто не осознавал, насколько плохо улавливаю смысловые оттенки его языка К тому же мне не верилось, что война между Голлани и Ялемини настолько серьезна В конце концов, она тянулась уже больше 300 лет Просто удивительно, что страсти могли не остыть за такой долгий срок Ты смотришь на равнину, прошипел Стоун Поразительно, но за те несколько часов, что мы провели вместе у подножия утеса Это были первые слова, если не считать ритуальных причитаний Ялемини в городах ужасно любят сплетничать и вообще болтать Но здесь предпочитают помалкивать Я прикидывал, сколько понадобится дней, чтобы добраться до города До города? Недоумевающе проворчал Стоун Такой ответ меня удивил А куда же еще мы направляемся? Мы дали клятву В голосе Стоуна прозвучало отвращение, как бывало всякий раз, когда я ляпал что-то невпопад Клятву доставить душу Кроуфа на небо Куда? Я и в самом деле не понимал Как вы доберетесь до неба? Стоун передернул плечами Его терпение было на исходе На небо! Повторил он И тут до меня наконец дошло Небом называлась еще и самая высокая гора на острове Ялемин Ты шутишь, да? Спросил я Чтоб туда попасть, нам придется вернуться Есть и обходные пути Голони тоже о них знают Ты считаешь, что у нас нет чести? Зарычал Стоун Да, услышал и подошел В чем дело? Прошептал он Этот мерзавец чужак оскорбляет нас, подозревая в трусости Прошепел Стоун Да, погладил висящий у него на груди мешок Это правда? Спросил он Ничего подобного Ответил я Понятия не имею, почему он обиделся Я всего лишь предположил, что лезть на самую высокую гору острова не слишком благоразумно Нас всего четверо, и Голони наверняка успеют туда раньше, разве не так? Конечно, сказал да Выполнить то, что мы задумали, нелегко Но Кроув был нашим другом И что мы станем делать, если нарвемся, например, на засаду в сто человек? Да, удивленно посмотрел на меня Стоун просто затрясся от злости Мы были рядом с Кроувом, когда он умирал А они нет, ответил да Ты что, трус? Спросил Стоун И тут до меня дошло С его точки зрения, трусость заслуживает не просто отвращения За нее можно изгнать За нее можно убить Его рука потянулась к ножу, и я понял, что передо мной непростая дилемма Если я опровергну обвинение в трусости под угрозой смерти, не будет ли это само по себе трусостью? Выбором между огнем и полами? Я решил держаться твердо Если ты спрашиваешь, боюсь ли я вас? Нет, не боюсь Некоторое время Стоун удивленно смотрел на меня Потом мрачно улыбнулся и убрал нож в ножны К нам подошел пан И да, предложил устроить совет Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Совет длился недолго Мы решали, какой путь выбрать Я плохо знал здешние края, но после совета у меня появилось еще больше поводов для сомнений Почему мы делаем это для Кроуфа, но не сделали ничего подобного для Фоула или Гококо? Потому что Кроуф — лед Ответил «да», и я запомнил этот странный ответ, чтобы позже поломать над ним голову А что мы будем делать, когда заберемся на небо? Стоун, который словно бы задремал, вдруг встрепенулся и прошипел Об этом не принято говорить Может, только чужак и доберется до неба? — возразил «да» Он должен знать, что ему делать, если это произойдет Если туда доберется он один, можно считать, что все пропало Злобно ответил Стоун Да, не обратил внимания на эти слова Тут в мешке Последнее, что стало бы частью Кроуфа, если бы он выжил, объяснило Можно сказать, его будущее Все это нужно выложить на высокий алтарь, чтобы джаз знал Лед вернулся к нему Явился туда, где джаз сможет снова сделать его целым И все? Просто выложить то, что в мешке на алтарь? Сам ритуал, конечно, нетрудный, — ответил «да» Самое трудное — добраться туда А еще ты должен попрощаться с душой Кроуфа И отломить кусок льда И сосать его, пока он не растает, а потом Окропить алтарь своей кровью Однако важнее всего туда попасть На вершину самой высокой горы мира Я не стал говорить, что далеко на севере, на одном из континентов Возвышаются горы, по сравнению с которыми небо — просто карлик Вместо этого я просто кивнул, лег на траву и задремал Но мой разум антрополога не унимался, пытаясь разгадать смысл этих магических ритуалов В них явно было много самовнушения Причем тот лед я никак не мог понять А использование экскрементов как последней части тела вообще никогда и нигде мне раньше не встречалось Но, как часто говаривал один мой знакомый старый профессор Сколь своеобразным не кажется чье-либо поведение Рано или поздно обнаружится, что есть место, где оно является нормой для представителей славной гуманоидной расы Мешок на шее, да, сильно вонял Я заснул Четвером... Неужели еще вчера утром нас было десять? Мы двинулись в путь еще до рассвета, направляясь к каньону Мы знали, что враги до сих пор наверху, но некоторые из них наверняка срезали путь, теперь притаились впереди Мы взяли с собой только еду на несколько дней, веревку и оружие Я предпочел бы взять побольше, но промолчал День прошел без происшествий Мы шли по каньону вдоль ручья, которому, несомненно, случалось разливаться в полноводную реку Повсюду были разбросаны валуны размером с Добрый дом И внизу на стенах каньона не росло ничего, кроме травы, хотя выше здесь и там сражались за жизнь деревья Еще два дня мы шагали через каньон И, наконец, добрались до истоков ручья в долине Потом поднялись на холм и увидели другие холмы Они казались невысокими, но над ними возвышались пики самой дикой на вид горной гряды, которую мне когда-либо приходилось видеть Лишь немногие горы были выше нашего холма Одна из них и называлась Небо Единственное, что ее отличало от остальных, это высота Многие другие горы имели куда более впечатляющий вид, изобилые крутыми обрывами и отвесными скалами Небо же, по крайней мере, издалека, смахивало на очень высокий холм И я подумал, что восхождение не будет трудным Когда я сказал об этом «да», тот с мрачной улыбкой ответил «Подняться легче, чем добраться до горы живыми» И тут я вспомнил о голоне, которые поджидали нас где-то впереди Интересно, почему они не напали, пока мы шли по каньону? «Если ночью пойдет дождь, сам увидишь», — ответил Стоун Ночью и вправду пошел дождь Я действительно увидел Или вернее услышал, потому что ночь выдалась очень темной Мы сгрудились под нависшей скалой и все равно промокли насквозь По склону холма, возле которого мы разбили лагерь Холм был не выше 40 метров Стекали бурные полноводные потоки Еще никогда я не видел такого ливня Потом послышался отдаленный рев И я понял, почему голони не потрудились на нас напасть По дну каньона с ревом текла целая река Которую питали тысячи потоков, вроде тех, что заливали сейчас наш лагерь «А вдруг, пока мы будем подниматься на небо, тоже пойдет дождь?» — спросил я «Небо не станет мешать нам выполнить долг» — ответил «Да» Меня это не слишком успокоило «Разве мог я предвидеть, отправляясь в трехдневную деловую поездку, что окажусь в ловушке суеверий И что моя жизнь, как и жизнь моих спутников, будет зависеть от какого-то неведомого, несуществующего бога» Утром я проснулся, едва рассвело И обнаружил, что остальные уже вооружены до зубов и готовы к бою Я потянулся, разминая затекшие мускулы И только тут понял, что означает полная боевая готовность «Они уже здесь?» Мне никто не ответил Убедившись, что я проснулся и готов выступить, ялями не двинулись в путь Мы держались в тени скалы, перед каждым поворотом проверяли, что ждет впереди Деревьев здесь не было, из растительности встречалась лишь трава Увидающая под вечер и снова прорастающая к утру Единственным укрытием служили скалы Они почти не давали тени, но в ней не было особой нужды Из-за недостатка кислорода мы тяжело дышали Но, по крайней мере, на такой высоте нас не донимала жара Хотя остров Ялемин считается одним из самых жарких мест на этой маленькой планете Два дня мы упорно продвигались к небу Но гора как будто не становилась ближе Она все так же маячила вдалеке Однако хуже всего было то, что все время приходилось держаться на чайку Хотя голы не так и не появились «Может, они решили не преследовать нас?» В какой-то момент прошептал я Стоун лишь усмехнулся в ответ Ада покачал головой Зато пан шепнул, что враги больше всего ненавидят Ялеминя за чувство чести Потому что праведность Ялеминя убедила богов Принять их в сторону и возвысить над всеми прочими людьми Некоторые другие народы тоже иногда становятся праведными, продолжал пан Когда они склоняются перед богами Вручают им свои души и присоединяются к нам Но есть и такие, которые ненавидят добро И ведут бессмысленную войну с праведными людьми Голани из их числа Все порядочные люди убивают Голани, чтобы защитить все, что свято Он многозначительно посмотрел на мои осколочные гранаты и игольчатый пистолет Я не менее многозначительно взглянул на свисающие шеи Да, мешок с экскрементами Кроуфа Порядочные люди делают то, что от них требует их законы, сказал я Даже для меня самого эти слова прозвучали банально Но, по-видимому, произвели впечатление на пана Он широко распахнул глаза и уважительно кивнул Может, я слегка перегнул палку, но он явно понял Так же, как его соплеменники совершают определенные обряды Так и я должен следовать принятому нас табу В частности, не принимать участие в мелких войнах между народами примитивных планет И хотя пан руководствовался глупыми суевериями А я многолетним опытом контактов с иными культурами Вряд ли можно было рассчитывать, что он поймет эту тонкую разницу Потому я больше не распространялся на данную тему Как бы то ни было, он стал обращаться со мной куда уважительнее Я бы даже сказал, с благоговением От Стоуна это не укрылось И на следующий день он спросил Что ты сделал с нашим юным воином? Внушил ему божеский страх, пошутил я Странно Человек может быть крайне осторожен в своих высказываниях Но когда ему на ум приходит шутка, он выпаливает ее, не считаясь с последствиями Стоуна мой ответ привел в ярость Только вмешательство «да» и «пана» помешало ему наброситься на меня Что, конечно, окончилось бы для него очень плохо Я не умел спускаться по веревкам, зато умел убивать всевозможными способами, хоть и ты не доставляла мне удовольствия Я попытался исправить свою оплошность, сказав, что, дескать, не подумал, как моя реплика прозвучит на их языке Что при переводе некоторые слова меняют свой смысл и так далее и тому подобное Мы все еще спорили, когда нашу беседу прервала стрела Все бросились в укрытие Все, кроме пана Стрела попала в него, и он умер у нас на глазах Я не мог избавиться от чувства вины за его смерть И когда «да» и Стоун после недолгого совещания решили, что придется оставить тело Совершив этот грех во имя выполнения клятвы, данной после смерти Кроуфа Это решение потрясло меня почти так же сильно, как гибель пана Я не слишком верю в бессмертие Вера в то, что умерший задерживается подле своих останков Желая увидеть, что с ними произойдет, кажется мне нелепой Однако, по моему убеждению, понимание того, что человек мертв В чисто эмоциональном плане не разрушает систему взаимоотношений, в которую он входил Бан, внешне непривлекательный, жестокий парень Нравился мне больше всех его товарищей Мне вдруг подумалось, что из десяти человек, неделю назад отправившихся в путь, остались всего трое Я, лишенный возможности пустить в ход оружие, пока нахожусь среди ялемини И двое ялемини из-за меня вынуждены передвигаться куда медленнее, тем самым подвергающие себя еще большему риску Оставьте меня, сказал я Если я буду один, я смогу защищаться, а вы сможете идти гораздо быстрее Стоун просиял, услышав это предложение, но да, решительно помотал головой Ни за что Кроув велел, чтобы мы ни в коем случае тебя не бросали Он не знал, в какой сложной ситуации мы окажемся Кроув все знал, прошептал да Человек без здравого смысла не проживет здесь и двух дней А у тебя нет здравого смысла В Москве полночь Радио нового поколения Вы слушаете модель для сборки на радио Энергия Если под здравым смыслом, да, имел в виду мою неспособность отличить съедобное от несъедобного, это соответствовало действительности Уяснив, что да, не собирается меня бросать, я решил идти с ними дальше Лучше куда-то двигаться, чем просто сидеть и ничего не делать Однако, прежде чем мы покинули свое временное убежище и медленно остывающий труп пана Я научил Стоуна, и да, пользоваться осколочными гранатами и игольчатым пистолетом, на тот случай, если погибну Если они пустят оружие в ход после моей смерти и потом вернут его корпорации, закон не будет нарушен Впервые за все время нашего знакомства Стоун одобрил мои действия Теперь мы передвигались еще медленнее, и все-таки небо наконец-то стало приближаться Мы уже достигли горной цепи, и с каждой новой горы, мимо которой мы проходили, небо становилось все выше А вместе с тем росло ощущение надвигающейся смерти Ночью я остался стоять на страже Формально это можно было рассматривать как нарушение закона Я вроде бы как помогал ялимине в войне Однако мне приходилось заботиться о своей жизни Ведь голо не было наплевать, иноземец я или нет Корпорация предприняла уже четыре попытки наладить взаимоотношения с этим народом Но они ни о чем подобном и слышать не желали Было бы чистейшим безумием иметь возможность спасти себя и других Но отказаться от такой возможности ради неких высоких абстрактных людей Когда моя вахта закончилась, я разбудил, да Однако вместо того, чтобы дать мне поспать, он тут же растолкал Стоуна И мы под покровом темноты бесшумно двинулись в путь Причем шли мы не к горе, а параллельно ее склону, выбирая дорогу при свете звезд Если это можно назвать светом Я подумал, что да, хочет проскользнуть мимо врагов и подняться на вершину каким-то другим путем Даже не знаю, проскользнули мы мимо них или нет На рассвете да вдруг бросился бегом, и мы со Стоуном припустили следом Ходить по горам непросто, но постепенно я начал привыкать к этому Однако бежать было куда труднее, чем идти Нам приходилось перебираться через разбросанные подсюду валуны Пересекать небольшие ущелья, подниматься на холмы и перепрыгивать через ручьи К полудню я совсем вымотался, а ялями не все не останавливались Пока мы впереди них, утешил меня Дан И должны оставаться впереди Пока мы бежали, мне в голову пришла идея Одна из тех, что заставляют удивляться Как можно было не подумать об этом раньше? Мне не разрешалось вызывать подмогу, которая могла бы способствовать эскалации военных действий Однако восхождение на гору не имело никакого отношения к военным действиям Наш шаттл никогда не стал бы приземляться под огнем, но теперь мы оторвались от противника Значит, он мог подобрать нас и доставить на вершину горы, прежде чем враги поняли бы, что к чему Я поделился с остальными своей идеей Стоун лишь сплюнул А плевок здесь считался недостойным поступком Ведь воду тут боготворили, непонятно почему Ее было полным-полно везде, кроме Великой Пустыни, далеко на севере Ялемина Да, покачал головой Только духи взлетают на небо А люди поднимаются на него, сказал он В очередной раз религия поставила мне шах и мат Суеверия когда-нибудь нас убьют Бессмысленные правила, которые просто обязаны изменяться, если это становится необходимо К ночи мы добрались до подножия И мне стало ясно, что вопреки моим надеждам подъем будет нелегким У Стоуна тоже был удивленный вид Это не тот склон, сказал он Да, кивнул Да Это западная сторона, здесь никто никогда не поднимается Ты имеешь в виду, что подняться тут нельзя, спросил я? Кто знает, ответил да Другие пути не намного легче Но отсюда и впрямь никто никогда не поднимался Зато если мы испробуем этот, нас не увидят А потом можно будет свернуть к северу или к югу, где подъем полегче С этими словами он начал карабкаться вверх Солнце уже село, запротестовал я Вот и хорошо, ответил он Враги не увидят, как мы поднимаемся Так началось наше восхождение на небо Подъем был очень трудным И теперь яли-мени не спешили, терпеливо поджидая меня, если я отставал Им тоже нелегко было двигаться в темноте по незнакомым местам Мы наконец-то были на равных Толку от этого равенства, однако, было немного Трижды Даша птал, что дальше пути нет И нам приходилось возвращаться Спускаться вниз с горы куда труднее, чем подниматься Поднимаясь, ты видишь, что впереди находишь зацепки для рук А спускаясь, в основном полагаешься на ноги На мне же были тяжелые сапоги Мы карабкались вверх, пока не взошло солнце Я совершенно вымотался И даже да, со Стоуном явно устали Когда стало совсем светло, мы добрались до места, где склон на несколько сотен метров был довольно пологим Повалились на землю И уснули Проснулся я от Жени, в руках, на которых запеклась кровь, все еще сочившаяся из волдырей и ссадин Да, и Стоун еще спали Они ободрали руки не так сильно, как я, потому что больше привыкли к тяжелой работе Даже когда мне приходилось таскать солидные грузы, ручки у тары были обиты чем-нибудь мягким Я сел и оглядел пустынный склон Потом посмотрел вниз, туда, откуда началось наше восхождение Большую часть пути мы проделали в темноте И я поразился, как высоко нам удалось подняться И какое большое расстояние отделяет нас от предгорий, которые мы покинули только вчера По моим прикидкам, до вершины оставалось еще треть пути Я поднял глаза на вершину и немедленно толкнул ногой спящего ДА Он мутным взглядом посмотрел туда, куда я показал И тоже понял, что все наши ночные усилия пошли прахом Да, поблизости не было голони, но они прекрасно видели нас, взобравшись на выступ из КАУ Они не стали догонять нас на западном склоне, а просто перерезали нам путь, лишив возможности свернуть на более легкую дорогу И кто знает, может они уже успели обследовать западный склон и поняли, что подняться там на небо просто невозможно ДА вздохнул Стоун молча показал головой и достал последние съестные припасы, которые мы растягивали как могли И что теперь будем делать, шепотом спросил я Удивительно, но стоит привыкнуть шептать и потом трудно заставить себя говорить нормальным голосом А что мы можем сделать, отозвался ДА Только продолжать подъем Лучше возможная опасность, чем неизбежная Я взглянул на долину и холмы внизу Стоун снова сплюнул Чужеземец, сказал он Даже если бы мы могли нарушить клятву Они встретили бы нас внизу и убили, как только мы спустились бы с горы Тогда давайте вызовем мое летающее судно Ведь когда появилось правило, запрещающее людям подниматься на небо Никто из вашего племени даже понятия не имел о летающих машинах ДА засмеялся Мы всегда знали о летающих машинах Просто у нас их никогда не было И все же мы знаем, что эти машины не должны доставлять на небо грешников, просителей и тех, кто дал клятву Мне оставалось ухватиться за соломинку А что будет, когда мы туда доберемся? Тогда мы выполним то, в чем поклялись И после этого я смогу вызвать корабль, чтобы он увез нас с вершины Они переглянулись и, да, кивнул Я тут же зашарил по карманам в поисках рации С городом отсюда связаться было невозможно Однако меньше чем через час над нами пролетит орбитальный корабль и передаст мое сообщение Надеясь, что корабль уже над горизонтом, я попытался его вызвать, но ответа не получил И мы снова начали карабкаться вверх Теперь подъем стал еще труднее Ведь мы дьявольски устали У меня болели пальцы и ладони Каждый раз, когда я хватался за скалу, их жгло точно огнем И все же мы упорно двигались вверх Похоже, западный склон все-таки не был неприступным Нередко нам помогали выступы скалы, образующие нечто вроде лестницы Кое-где эти каменные ступеньки были настолько широки, что на них можно было отдохнуть Но, в конце концов, очередной выступ преградил нам путь В этом незнающем металлов мире не существовало инструмента, который помог бы нам проползти по нижней стороне выступа А пути назад не было И только тут я понял, на что рассчитывали наши хитрые враги Теперь нам придется свернуть влево или вправо К северу или к югу И там они нас перехватят Но выбора у нас не было И пройдя под нависающим скальным козырьком Мы повернули на юг Теперь впереди шел Стоун Он холодно объяснил, что да, несет душу Кроуфа, которому они поклялись присмотреть за мной Поэтому именно он, Стоун, должен взять на себя главный риск Да, с мрачным видом кивнул С моей стороны возражений тоже не последовало Я хотел жить А за любым поворотом и любым большим камнем можно было схлопотать стрелу Я удивился, что кое-где под скалами лежал снег, которого мы не заметили снизу Летом в здешнем климате снег мог уцелеть только на такой высоте Сгущались сумерки И я предложил остановиться на ночлег Да, согласился, и мы устроились у скалы Скорчившись под нависающим над нашими головами выступом В двух метрах от края обрыва, за которым была пустота Я лежал, глядя на единственную мигающую в небе звезду Но вымотался настолько, что ни тогда, ни утром не осознал, что она означает На утро, да, объяснил, что мы уже близко от цели Либо доберемся сегодня до неба, либо умрем Корабль совершал третий виток с тех пор, как я сумел таки с ним связаться, попросив прислать шаттл Теперь я снова вышел на связь и коротко объяснил, когда мы будем на месте Однако на сей раз менеджер корпорации ТЭК, отвечающий за связи с этой планетой Подключился из города к нашему разговору и принялся бронить меня за тупость Так-то ты, черт повери, исполняешь свои обязанности, сквозь помехи кричал он В угоду мерзким религиозным предрассудкам тащишься неизвестно куда в компании первобытных дикарей, рискуя погибнуть Почти пять минут он продолжал в том же духе А потом я снова окликнул корабль и напомнил, что согласно условиям моего контракта Они обязаны оказывать мне любую необходимую помощь, включая эвакуацию с вершины горы А менеджер может взять свои возражения и засунуть их На корабле выслушали меня и согласились выполнить мою просьбу Некоторое время я лежал, пытаясь успокоиться Тек просто не понимает, не может понять Он не смотрел в лицо Фоулу, который по доброй воле пошел на смерть, чтобы остальные могли спуститься с утеса Не видел, каково было Стоуну, и да, решится бросить тело пана Он просто не может понять, почему ради Кроуфа я поднимаюсь на вершину неба Не ради Кроуфа, черт побери Ради самого себя, ради нас Кроуф мертв, этого не изменить, сколько ни размазывай по скале его экскременты Внезапно вспомнив, чем именно мы займемся, добравшись до вершины Если, конечно, нам удастся до нее добраться, я расхохотался Такие муки, все ради того, чтобы разложить на камни дерьмо умершего человека Стоун схватил меня за горло и сделал движение, словно собираясь швырнуть меня в пропасть Да, пожал плечами, но в глазах Стоуна я увидел смерть Ты поклялся, прошептал ему, да, и Стоун, наконец, отпустил меня О чем ты там болтал на своем дьявольском языке, напористо спросил он Я вспомнил, как все это выглядело Я поговорил с космическим кораблем и после паузы вдруг рассмеялся Что ж, я пересказал им, конечно, смягчая выражение, все, что наговорил Тек Пока я рассказывал, да, сердито смотрел на Стоуна Потом, после долгих раздумий, подал голос По-моему, это правда, что мы суеверны Я промолчал Промолчал и Стоун, хотя для этого ему пришлось призвать на помощь всю свою выдержку Однако, правда и ложь не имеют никакого отношения к любви и ненависти, продолжал да Я любил Кроуфа и выполню свою клятву Он сделал бы то же самое для любого другого льда А может, даже для меня, хоть я и не лед Уладив проблему так легко, а следовательно, не уладив ее вообще и даже не вникнув в нее Мы уснули И я больше не думал о звезде, мигающей над головой Наступило унылое утро У нас под ногами плыли на юг облака Похоже, собиралась гроза Да, предупредил, что если облака поднимутся, мы попадем в туман Нужно было спешить Но мы прошли совсем немного, когда за очередным выступом Позади которого открылся пологий склон Увидели три или четыре дюжины голани Они явно только что проснулись и не заметили нас Но не было ни малейшего шанса пройти незамеченными те десять шагов, что отделяли нас от склона И каким бы он ни был пологим, чтобы добраться по нему до вершины, требовалось одолеть четыреста пятьсот метров, по словам да Что же делать, прошептал я Они запросто нас убьют Да, заколебался Мы смотрели, как голани достали свои припасы и принялись за еду Как потом они боролись друг с другом и собирали ветки для костра Они вели себя так, как всегда ведут себя мужчины в отсутствии женщин Шумели и развлекались в ожидании серьезного дела И смеялись они точно так же, как все И шутили, и боролись, конечно, не всерьез Я совсем забылся и с удивлением понял, что мысленно ставлен на того или иного борца Представляя, каким приемом на его месте сумел бы победить противник Так прошел час, за который мы ни на шаг не приблизились к вершине Стоун все больше мрачнел Выражение лица да становилось все более отчаянным Не знаю, как выглядел я сам Но подозреваю, что увлекшись играми голани, отчасти забыл о своих товарищах Может поэтому Стоун наконец схватил меня за рукав и грубо развернул к себе Игра и только Для тебя все это просто игра Он так внезапно отвлек меня от сосредоточенного созерцания, что я не сразу понял, о чем он Кроув был великим человеком Такой рождается раз в сто поколений, прошепел Стоун А тебе наплевать, попадет он на небеса или нет Стоун шикнул да Этот мерзавец ведет себя так, будто Кроув не был его другом Я едва был с ним знаком, сделал я честное, но неблагоразумное признание Разве это так важно для дружбы, взъярился Стоун Он столько раз спасал тебе жизнь Он даже заставил нас признать в тебе человека, хотя ты не подчиняешься закону Я хотел возразить, что подчиняюсь закону Но Стоуна так разгневала наша неудача И все мы так устали, что начали говорить громче, чем следовало И голани, схватившись за оружие, бросились к нам Неужели сумев обойти самые хитроумные ловушки врагов Мы теперь так глупо погибнем в отчаянии, подумал я Однако некая часть моего сознания, время от времени выдающая умные мысли Вдруг напомнила о звезде, которую я видел прошлой ночью, лежа под нависающим выступом Из-за этого выступа я вообще не должен был видеть небо, но все-таки видел звезду А это означало, что в выступе есть брешь или даже расщелина, по которой, чем черт не шутит, мы можем вскарабкаться вверх Я быстро рассказал обо всем Дай и Стоуну Споры тут же были забыты Стоун без единого слова взял лук, все стрелы и свои, и да И уселся в ожидании врага Ступайте, сказал он Поднимитесь на вершину, если сможете Это тяжело Видеть, как человек, который тебя ненавидит, без колебаний собирается отдать за тебя жизнь Я, конечно, не заблуждался насчет того, как ко мне относится Стоун И все-таки благодаря ему мне суждено было прожить дольше Совершенно неожиданно на меня нахлынуло чувство, которое я не могу назвать иначе, чем любовь Я любил не только Стоуна, но и Та, и Пана К Кроуфу я относился только как к бизнесмену, с которым приятно иметь дело, но Эти люди стали моими друзьями Мысль о том, что я могу испытывать к варварам подобные чувства Что я могу любить их, ошеломляло, но и приносило странное удовлетворение Да, в слове варвар есть оттенок снисходительности, но Я не знал ни одного антрополога, чьи слова и поступки не подтверждали бы, что он относится к объектам своего исследования без некоего оттенка презрения Я, конечно, понимал, Стоун и Да стараются сохранить мне жизнь только из чувства долга перед погибшим другом И следуя своим религиозным предрассудкам, но это почему-то не обижало меня Все эти мысли промелькнули у меня в голове с быстротой молнии А потом я повернулся и вместе с Да помчался туда, где мы провели ночь Боясь пропустить нужное место, я постепенно замедлял бег, однако сразу узнал нужный выступ И в нем действительно оказалась расщелина Узкая, почти вертикальная Возможно, она могла вывести нас к самой вершине неба Этот путь враги проглядели Мы бросили все лишнее Одеяло, оружие, брезент, беревку, от которой все равно не было пользы, расфол погиб Осколочные гранаты и игольчатый пистолет я оставил Их должны найти на моем трупе, если я погибну Как доказательство того, что я не нарушил закон Иначе имя мое будет обесчищено И все друзья и боевые товарищи узнают, что я не оправдал оказанного доверия Хотя я не обязательно умру Благодаря Да и Шатлу, который вот-вот покажется над вершиной Среди скал прокатился торжествующий рев И мы поняли, что Стоун мертв Что враги добрались до него И самое большее через 10 минут нас догонит Да, принялся сбрасывать снаряжение в пропасть Я помогал ему Зоркий глаз все же мог заметить следы нашего пребывания Однако мы надеялись, что это только собьет голони с толку И еще немного их задержит Потом мы полезли вверх Да, настоял, чтобы я двинулся первым Он поднял меня к расщелине И я начал карабкаться, упираясь спиной в одну стену А руками и ногами в другую Потом я приостановился И да, ухватившись за мою ногу Тоже влез в трещину в скале Она оказалась выше, чем мы думали А вершина оказалась дальше Продвигались мы очень медленно То и дело сшибая застрявшие в расщелине мелкие камушки Этого мы не ожидали Голони наверняка заметят падающие камни И сообразят, где мы А ведь нам еще лезть и лезть До той высоты, куда стрелам не долететь Так и случилось Внизу что-то быстро мелькнуло Без сомнения нас обнаружили Мы стали подниматься быстрей А что нам еще оставалось делать? Взмыла первая стрела Стрелять прямо вверх нелегко Это целая наука Однако лучник оказался отличным И уже третья стрела вонзилась в икруда Можешь двигаться дальше, спросил я Да, ответил он Я продолжил подъем А он поднимался за мной, не отставая Однако лучник не сдавался Из седьмого выстрела Стрела, судя по звуку, угодила не в камень А в человеческое тело Да, невольно вскрикнул С того места, где я находился Мне не удалось разглядеть, насколько плохи его дела В тебя попали? Да, ответил он В пах По-моему, задета артерия Кровь так и хлещет Можешь лезть дальше? Нет И потратив последние силы Чтобы окровавленными ногами Упереться в стены Он снял с шеи мешок с экскрементами кровов И бережно повесил его на мою ступню По-другому, в эдакой тесноте Он не мог передать мне свою нож Я поручаю тебе Доставить его к алтарю Сказал он голосом полным боли Я могу его уронить Честно признался я Этого не случится Если ты дашь клятву Доставить его на небо Да, умирал от стрелы Которая могла вонзиться в меня А перед этим умерли Стоун И Пан, и Фоул Разве у меня был выбор? И я поклялся, что сделаю все как надо Едва я закончил говорить Да, упал Я поднимался как можно быстрее Понимая, что стрелы вот-вот полетят снова Так и случилось Однако я успел подняться так высоко Что даже самый лучший лучник Теперь не мог в меня попасть Меня отделяло от вершины Всего дюжина метров Когда меня словно ударило Да, мертв И все остальные тоже Кто помешает мне сбросить Мешок, который болтается у меня на ступне И от попыток удержать Который мою ногу сводит боль Сбросить, а потом быстро подняться на вершину Просигналить шаттлу И оказаться в безопасности на борту Хранить как зеницу ока Содержимое кишечника умершего человека И рискуя жизнью совершать некий бессмысленный ритуал Бред! Никому не будет хуже, если я не выполню обещания Никто даже не узнает, что я поклялся что-то исполнить Больше того, исполнение клятвы легко можно расценить Как незаконное вмешательство в дела другой планеты Почему же я все-таки не бросил мешок? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия» Некоторые утверждают, что я был не в себе Что я испытал внезапный приступ религиозного помешательства От которого так и не оправился Они ошибаются Умом я понимал, что умершие не следят за поступками живых Что клятвы, данные покойникам, ни к чему не обязывают Что у меня есть долг только перед самим собой И перед корпорацией Но уж никак не перед Кроуфом и да И все же никакие логические выкладки не могли побороть чувство Что если я брошу мешок Я поступлю скверно и после этого не смогу остаться самим собой Возможно, это мистика Но меня не покидало ощущение, что нарушив клятву Я просто не смогу жить дальше Мне не раз случалось нарушать слово ради выгоды В конце концов, я современный человек Но на сей раз, хотя мне очень хотелось выжить Я не мог сбросить мешок со ступней Некоторое время я колебался И все же не сделал этого До вершины я добрался совершенно измотанный Но усевшись на краю расщелины Первым делом потянулся вниз и подхватил мешок Наклонившись вперед, я почувствовал сильное головокружение Едва не выронил ношу, но сумел подхватить ее носком Ноги подтянул вверх и дрожа положил себя на колени Мешок был легкий, удивительно легкий Я опустил его на землю С трудом отполз на метр другой от расщелины и огляделся До вершины оставалось метров сто И на вершине действительно возвышался алтарь И говорили, что пока я был в расщелине Туман затянул вершину и рассеялся всего за несколько минут До того, как я закончил подъем Этот туман и оставил ледяную пленку Что ж, лед входил в ритуал и упоминался в моей клятве Я наскреб немного, разбив хрупкую корку рукояткой пистолета И сунул крошеву в рот Лед был грязный, очень холодный, но растаев превратился в воду Я проглотил ее и почувствовал себя лучше И еще мне стало легче от того, что я уже выполнил часть клятвы В тот момент она уже не казалась мне нелепой Словно меня заворожила некая магия Я с трудом встал и с мешком в руках потащился к вершине Часто оскальзываясь на покрытых льдом скал Внизу послышались крики И я увидел голони на южном склоне в сотнях метров отсюда Раньше меня они до вершины не доберутся Это успокаивало, хотя в мою сторону полетели стрелы Только что мне казалось, что идти быстрее я уже не могу Но теперь мне пришлось спуститься бегом Я стал чаще поскальзываться, поэтому вряд ли продвигался быстрее, чем прежде Однако, возможно, именно бег спас мне жизнь Я бежал, падал, поднимался, снова бежал, снова падал И это мешало лучникам как следует прицелиться Пока я одолевал последние метры до алтаря, на меня дважды упала тень Не помню, осознал ли я тогда, что это шаттл Даже сейчас я мог бы все бросить и сбежать Я снова упал, уронив мешок, который заскользил вниз по склону И, наконец, остановился в паре десятков метров от меня и недалеко от голони К тому же враги бежали в мою сторону, хотя тоже оскальзывались на льду Что ж, я бросился навстречу летящим стрелам и подхватил мешок И тут меня ранили в бедро и в бок Боль была такой, что я едва не потерял сознание, но удивление оказалось почти таким же сильным, как боль Как столь примитивное оружие может так жестоко ранить современного человека? Несмотря на боль, я все же не потерял сознание, поднялся и заковылял вверх по склону Вот до алтаря осталось всего несколько метров Вот всего несколько шагов, и, наконец, я упал на него, орошая кровью и камень и землю вокруг Это означало, смутно осознал я, что еще одна часть ритуала выполнена За моей спиной уже опустился шаттл, когда я открыл мешок Высыпал его содержимое на алтарь и разбросал по камню Три сотрудника корпорации подбежали ко мне и первым делом проверили, целы ли мои осколочные гранаты и пистолет Только убедившись, что я не воспользовался оружием, они повернулись к голлани и швырнули свои гранаты Те взорвались неподалеку от моих преследователей, которые с криками ужаса повернулись и бросились бежать вниз Никто из них не погиб, хотя, откровенно признаться, я лелеял надежду, что хотя бы один из них сверзится со скалы и сломает себе шею Раньше представители корпорации не давали голлани прочувствовать, что такое современная война А теперь для этого хватило простой демонстрации силы Если бы выяснилось, что я стрелял из пистолета или что мне не хватает гранат Люди из корпорации убили бы меня на месте Закон есть закон Однако оружие оказалось неиспользованным и меня подняли и понесли к шаттлу Но я не забыл про последнюю часть ритуала «Прощай, Кроув», — сказал я Позже мне рассказывали, что пока шаттл уносил меня в город, я в бреду прощался со всеми остальными С каждым отдельно, снова и снова, без конца Спустя две недели я уже оправился настолько, что мог принимать гостей И первым из них оказался Пру, титулованный глава собрания Ялемина Он был очень чуток и добр По его словам, спустя три дня после моего спасения Корпорация, наконец, обнародовала то, о чем я рассказал во время сеанса в связи с шаттлом Ялемини послали по нашим следам внушительный отряд Нашли изуродованные трупы Фола и воина, который упал до него Потом нашли замерзший труп Пана Не обнаружили никаких следов Дай и Стоуна И, наконец, добравшись до алтаря, увидели на нем пятна крови и сравнительно свежие экскременты Поэтому Пру и явился, чтобы, сидя на корточках рядом с моей постелью, спросить меня кое о чем «Спрашивай», — сказал я «Ты попрощался с Кроувом?» Я не стал спрашивать, как они узнали, что именно ради Кроув затевался весь этот поход чести к вершине неба Очевидно, только Кроув, будучи льдом, считался достойным такого ритуала «Да», — ответил я На глаза старика навернулись слезы Челюсть его задрожала Продолжая сидеть на корточках, он взял мою руку и на нее закапались слезы «А ты...» — его голос сорвался, ему пришлось начать снова «Ты не забыл о его товарищах» Я не стал уточнять, что именно он имеет в виду К тому времени я уже достаточно хорошо их понимал Да, я попрощался и с остальными Я назвал всех по именам, и он заплакал громче И поцеловал мне руку И некоторое время говорил что-то нараспев, закрыв руками глаза Потом коснулся моих глаз «Теперь твои глаза всегда будут видеть сквозь лес и горы», — сказал он Вслед за чем прикоснулся к моим губам, к моим ушам К моему пупку, к моему паху, произнося соответствующие слова А потом он ушел И я снова уснул Спустя три недели ко мне явился ТЭК Я не спал, а никаких других предлогов, чтобы отказаться увидеться с ним, придумать не сумел Я ожидал, что он по меньшей мере начнет меня распекать Но вместо этого он просиял и протянул мне руку, которую я с благодарностью пожал В конце концов, мне не за что было на него обижаться «Милый мой», — сказал он «Милый мой, я не мог больше ждать Сколько раз я пытался с тобой увидеться, а мне говорили, что ты спишь или занят или еще что-нибудь в том же духе Но черт возьми, есть же конец терпению и человека, который хочет признать свою ошибку» Он, конечно, схватил через край, как обычно Но слышать его разглагольствование все равно было приятно «Я не обесчещен, а напротив, достоин всяческих похвал Я должен получить орден и солидную прибавку к жалованию Меня следует назначить главным специалистом по торговым связям с этой планетой Будь в его силах, меня объявили бы богом По его словам, туземцы практически так и сделали «Объявили меня богом?» — переспросил я «Они целую неделю празднуют и молятся и все такое прочее Не знаю, о чем вы толковали со стариком Пру, но теперь он считает тебя бесценным сокровищем Если ты прикажешь туземцам утопиться в океане, клянусь, они это сделают Понимаешь, какие тут открываются возможности? Ты запросто мог облажаться там на горе Одно неверное движение, и все пошло бы прахом, однако ты превратил возможную большую беду Готов признать, она была делом не только твоих рук, в чертовски хороший ксеноконтакт Лучшего мне просто не доводилось видеть Понимаешь, что это значит? Теперь, когда не иссяк всеобщий энтузиазм, ты должен как можно быстрее приступить к делу И подписать все мыслимые и немыслимые контракты Индейцы приняли Кортеса за дух белого мессии, но все это в прошлом, а сейчас ты творишь будущее И он продолжал в том же духе до тех пор, пока я не выдержал и не попытался Вообще-то я предпринимаю такие попытки и по сей день Объяснить, что то, что я сделал на горе, я сделал вовсе не в интересах корпорации Кипуха, отмахнулся он Даже если бы ты целую неделю думал, как удачнее поступить в интересах корпорации, ты и тогда не справился бы лучше Я попытался еще раз, рассказав о погибших и о клятве, которую они дали Кроуфу Это все сантименты Хорошо, когда человек способен на такие чувства Они, конечно, не стоят того, чтобы рисковать жизнью, но ты тогда, наверное, был совсем на пределе Я, как дурак, сделал еще один заход Рассказал ему о своей клятве и о том, что испытывал, когда решил довести дело до конца И тогда ТЭК, наконец, умолк, задумался, а потом ушел После этого ко мне зачастили психологи Они, естественно, заключили, что я в здравом уме, вызвав, как и следовало ожидать, бурную реакцию ТЭКа И все же, когда я попросил, чтобы меня перевели куда-нибудь с этой планеты Психологи нашли лазейку, позволившую мне уйти без расторжения контракта и потери жалования Однако по корпорации прошел слух, что я славы ради перенял обычаи и образ жизни туземцев И совершил тайный обряд, в который входили кровь, лед, горный пик и полуразложившийся обед мертвеца Слухи о безумии еще можно было вынести, но насмешки оказались просто непереносимыми А что еще, кроме насмешек, остается тем, кто даже думать не мог подняться на небо Кто не знал людей, умерших ради меня и Кроу И что остается мне, кроме ненависти к таким насмешникам? Вот почему я в очередной раз настаиваю на увольнении из корпорации Я готов уйти на половинную пенсию, если придется Я готов уйти вообще без пенсии, только бы в моем личном деле все было чисто Я не приму отставку, если она будет дана на основании заключения моей умственной неполноценности И я не приму отставку, если мне придется жить в любом другом месте, кроме острова Ялеми Знаю, это запрещено Но обстоятельства исключительные Меня, конечно, здесь примут Моя честь не пострадает, а все, чего я хочу, это прожить остаток дней с людьми, которые лучше других понимают, что такое честь Знаю, это звучит абсурдно Знаю, вы, скорее всего, отвергнете мою просьбу, как делали уже сотню раз Однако, надеюсь, что, услышав мою историю, узнав, почему я решил покинуть корпорацию, вы поймете, почему я не могу забыть слова ПРУ Теперь ты тоже лед И твоя душа тоже обретет свободу на небе Дело не в том, что я надеюсь на жизнь после смерти В это я не верю Я надеюсь лишь, что после моей смерти Достойные люди будут готовы преодолеть те же трудности, только ради того, чтобы сказать мне Прощай В действительности это даже не надежда, а уверенность Как любой современный человек, я с детства стремлюсь придерживаться нравственного закона, помогающего обрести цель в жизни Все законы рациональны, все они ставят перед собой ту или иную цель Однако на Ялемине, где законы иррациональны, а цели бессмысленны Я нашел нечто стоящее выше закона Нечто, имеющее ценность само по себе, а не благодаря закону Нечто, способное сделать священным даже самый безумный закон И из уважения к тому, что для вас свято Позвольте мне остаться здесь И снова обрести смысл жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok